Еще один материал от ДФР. Были великолепной семеркой для уклонения от уплаты налогов, а стали фигурантами уголовного дела. Сотрудники финансовой милиции пресекли деятельность группы из семи компаний, которые помогали коммерсантам уходить от обязательных выплат. Работали серые финансисты по схеме так называемых финок. Создавали фирмы, однодневки и через них помогали своим клиентам занижать налогооблагаемую базу. Оперативники подсчитали, что за пять лет уже предпринимательские структуры поспособствовали 20 компаниям сэкономить на налогах около полумиллиона рублей. Известно, что руководил всей системой 46-летний меньчанин. Чем для мужчины может обернуться подобный бизнес, знает Юрий Шевчук. Перед тем, как углубиться в тонкости серого бизнеса 46-летнего меньчанина, пожалуй, стоит рассказать, что вообще такое налогооблагаемая база. Итак, налоги формируются исходя из прибыли предпринимателей, которая, в свою очередь, высчитывается по формуле выручка минус себестоимость. Причем, чем больше прибыль, тем больше налогов нужно заплатить. Чтобы искусственно уменьшить этот показатель, некоторые коммерсанты пользуются услугами лжепредпринимательских структур. Они не только могут оформить поддельные документы, но и впишут туда, что попросишь. В поле зрения финансовой милиции попали коммерческие организации, осуществлявшие свою деятельность в самых разных сферах, таких как реализация автозапчастей, электротехнической продукции, строительных материалов, выполнение строительно-монтажных работ, реализация полиграфической продукции. Разберемся на наглядном примере. Фирма заработала 30 тысяч долларов. Теперь бухгалтеру нужно отнять себестоимость товара, допустим, это 20 тысяч долларов, и получится чистая прибыль. 10 тысяч. Именно с этой суммы и нужно заплатить налог. Но если допустить, что себестоимость товара может чудесным образом с 20 тысяч вырасти до 25, совсем другое дело. 30 минус 25, и вот налоги уже нужно заплатить не с 10, а всего с 5 тысяч долларов. К этому моменту оперативники установили 20 фирм, которые работали по аналогичной схеме. Все они представляли абсолютно разные сферы деятельности. А объединило их то, что все они работали в торговле и не желали платить налоги. Для того, чтобы подделывать документы, организатор сети лжепредпринимательских структур обзавелся всем необходимым. Печати, бланки, товаросопроводительные, накладные. Все это оперативники нашли во время обысков в офисах, принадлежащих подозреваемому. Предварительная сумма неуплаты налогов государству составляет не менее 500 тысяч белорусских рублей. Что же касается человека, который создал 7 так называемых финок, то в отношении него сейчас возбуждено 3 уголовных дела. Руководитель системы вместе со своим близким помощником заключены под стражу. На их имущество в размере 300 тысяч рублей наложен арест. Юрий Шевчук, Виктор Шпак, Зона Икс.